всем добрые при добрые утро нет день я уже отработала сейчас я вас поставлю конечно это надо делать раньше ну вот так я буду салат делать из баклажан который вчера у меня за это за это и за то вот сегодня ко мне опять сегодня где-то часов 6 утра приходит ватсап сообщение американка опять у нее 7 пятниц на неделе вот милирование вышло слишком красное она она когда пришла ну когда во вторник понедельник говорит я хочу чтобы у меня был вот такой вот знаете контракт красные такие милирование и белое и мой волос ну я и забацала теперь она сегодня приходит и говорит я уже не хочу такой красный я хочу белое я говорю ну это говорю сложно убрать но попробуем останутся может быть розовое милирование да да хорошо по мне это хоть каждый день ходи эти каждый день будут милирование делать мне без разницы любой каприз за ваши деньги в общем я на сегодня сидела а она начала за политику вот как ты думаешь кто выиграет победит на выборах трамп или еще какой-то я на нее смотрю горелая какая-то я даже не знаю горю мне какая разница кто там кто там вы и это победит и кто не победит но вот какая мне разница моя жизнь как-то от этого изменится вы ладно ты американка а мне это говорю без разницы на ткан ну да ну да ну потом ну как же это это можно сказать международный масштаб это живот отношения с китаем с японии я говорю ну даже если отношения с китая с японии говорю я вообще с какого бога я там говорю свечусь мне говорю не китай не япония как бы они мне по барабану в общем она мне пыталась потом начала про путина что-то говорить такой бред нести я говорю ты че ты горы там была она такая нет я храну а с чего ты решила это же не говорить не буду что за херня на мне там начала нести в общем но она привет с большого буду на 5 как всегда была вот такие вот идет вот так вот знаете худенькая такая вообще думаю походу падает каждые два два портрес как говорят здесь доспортрес в общем у нее уже два пи две операции одно на бедре было второй на ноге мандыкается у нее два этажа двухэтажный такой ну дуплекс дату вот она там падает я и с утра блин не спится я говорит к десяти подойду пришла около 11 я говорит никогда ничего не забываю у меня другая проблема я просыпаю ой не могу и смех и грех с ней но я говорю мне по мне полю без разницы хоть каждый день пускай приходит как говорится любой каприз за ваши деньги я к нам не в прошлый раз два евро еще должна была вот я их сегодня с нее содрала так что вот такие дела бабушка тоже еще одна позвонила говорит это она знаете какая тоже у меня бабушка не моя бабушка клиентка она ходить уже есть ну не то что тяжело она просто боится ходить ну чтобы вдруг споткнется упадет знаете вот такой вот а у нас же везде гора спуск брусчатка вот это вот я говорю купи себе бадик она не хочет потому что она говорит я с бадиком типа старше буду выглядеть блин ну сиди тогда дома и вот она такая что-то мне звонит и я я и в прошлый раз говорю ты говорю как соберешься в парикмахерскую я говорю все равно в мимо твоего дома всегда прохожу ты мне позвони и скажи оксан я пойду в парикмахерскую я за тобой и ты выйдешь к своему дому я тебя заберу и мы пойдем вдвоем говорю таким образом я тебя отведу себе в парикмахерскую клиент надо как-то это завораживать правильно любым способом а вот и она мне сегодня звонит что-то начала там я говорю давай говорю я завтра тебя встречу и мы с тобой и я и мы с тобой отправимся ко мне на работу она ну давай давай так что вот завтра я буду и мимо дома и и подходить и заберу ее к себе на работу а потом тоже уведу она там рядышком живет вот поэтому ничего страшного как в такой сложной жизни надо выкручиваться вот так вот клиентов то кого домой отвезу кого заберу хочешь жить уме вертеться друзья да я все равно мимо иду какая мне разница под ручку доведу ее да и все там идти два шага у нее есть дети но они живут скажем так внизу мы то на горе а дети внизу живут и в общем ей неудобно ну не хочет детей постоянно просить там знаете у нее типа все дела с детьми жить тоже не хочет потому что она такая свои нравлю привыкла всю жизнь как говорится у себя дома командовать вот поэтому вот такие вот у нее дела мне много всяких таких клиенток своенравных я не могу иначе у нас сегодня вроде как и тепло но солнце вот нет и все и как-то холодно знаете я сегодня еще носки не надела как-то мне совсем даже прохладно наверное даже сейчас балкона это закрою надо еще пару яиц сварить и в общем салат будет готов вот вчера прервемся друзья вот так вот вот риска а мне черемой еще поспела сегодня будем съесть с мужем потому что одна мне большая он вчера я говорю черемой поспела будешь он такой а ты я бы я уже в это время них ничего не ем ну тогда завтра я буду ладно завтра причем они поспели а все все в одно время тут как обычные холодильник положила в общем надо лопать и вот это вот рыбы ужасные которые вчера купила мне даже мужу не предлагала чтобы знаете не позориться вообще никакая не вкусная вот и не очень я сейчас вот салат и и добавлю вообще в него добавляется тунец вот мужу добавлю тунец яйцо а себе вот так вот без тунца без яйца ну с вот этой гаденышной рыбой ну ничего смешается с этим будет тоже вкусно так жду яйца сейчас супчик себе разогрею змеиный и будет все в ажуре у меня тут в общем кулинарный аврал переспела манго мороженое из него сделаю вспомнила про печеночный торт сейчас вот где печенку перемолю с луком а тут оказывается еще и сердечки есть но надо же я даже и не знала вот ну будет такой сердечно-печеночный тортик у меня вот сейчас покажу чё почем и как я особо этим не занимаюсь всякими этими тортиками не тортиками просто мне показалось что это тоже такое довольно таки диетическая еда вот это всякие печенка же с луком там ничего такого особенного нет но что соус я заменю йогуртом мне кажется такой вариант ппшный даже скажем да как вы думаете я сюда добавила одно яйцо но луковицу такой средний у меня была большая полуковицы и две ложки манки манка у меня смешана с кукурузной манкой не мукой а именно вот как манка кукурузная сейчас я вот это все посолила добавил свои любимые специи вот и оставлю набухать полчасика где-то так а потом испеку блинчики будет такая вкусняшка наверное я думаю что вкусно будет я печенку вообще люблю чесночок можно было добавить ну ладно чесночки чеснок я добавлю в соус тюря 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 воскресенье на ярмарку ходила верить он да куделику купила вы знаете я в детстве очень ну я была активный человек ребенок я во всех мероприятиях участвовала. Будет песня, спою, будут танцы, спляшу, там, будет на музыкальных инструментах, на чем хотите, поиграю, вот, научусь, потому что я хотела всегда быть, выступать. И вот мы там у нас были концерты разные же, и вот у нас также были концерты с руссконародными песнями, и вот оттуда я эти помню все песни. Мы, помню, на ложках завалдыривали, вот, сейчас, не знаю, играли вы когда-нибудь на ложках, не играли. Музыкальный инструмент такой. Брали две деревянные ложки, вот так, и пели. Воскресенье я на ярмарку ходила, и ретенбаку телеку купила, тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря. Соседи, наверное, ну, меня не волнуют, вот так вот, только деревянным было намного красивее. Как-то так. Да. Эх, детство было, какое детство. Такие песни. Я даже, знаете, на лыжах соревнований, я тоже пойду на лыжах. Хотя я была таким ребенком, ох, крупным. Крупным. Я уже говорила, что нас бабушка на убой откармливала. Так, теперь мне, знаете, еще нужно сделать мороженое. Так, мы достаем другой агрегат. Главное, чтобы эти агрегаты за следом мыть, иначе потом наберется столько всяких агрегатов, что посуду я мыть не люблю. Ненавижу. Вот я готовить обожаю. А посуду мыть, это вот какой-то прям для меня каторга какая-то. Кстати, вот в таких контейнерах я храню крупы. Это от печенья. Вот там одно есть печенье. У меня, вот смотрите, есть пшено, которое я покупала. Он у меня стоит здесь, потому что муж никак не доест это печенье. Это в Меркадоне подается. Они из имбиря. Имбирные такие вкусные печенья. Для него я нет, потому что там много корицы. А очень удобно, потому что здесь такое есть окошко, и вот все видно, что там. И хранить вообще суперски. Даже лучше, чем всякие контейнеры икеевские вот эти банки. Вот это вот, просто у меня их там штук 10, наверное, вот таких. Во-первых, от печенья стоят всего рубль 50 за коробку такую. Вкусно. Да еще и вот такие коробки. В общем, голь на выдумке хитра. Но это даже не голь. Просто я говорю, что здесь вот в окошко вот так поставишь, и все видно, что там. В общем, очень удобно. Смотрите, у меня вот такие формы есть. Ну, что-то не нашла вот таких крыжечек. Ну, я вот ложки туда поставила, и тоже нормально будет, чтобы как-то потом доставать. Здесь просто манго, и добавила немного кефир, у меня был лимонный. Прям, не знаю, может быть, я даже не знаю, две ложки. Это нереально вкусно. В общем, вот такое у меня будет мороженое манговое. Блин, вкуснятина такая. Сейчас еще бы в морозилке найти место, было бы вообще шикардос. Потому что в морозилке места у меня никогда нет. Буду искать. Кстати, кто не видел, как черемой выглядит внутри, вот так. У нас наружу очень некрасивая. Вот так чернеет очень быстро, но внутри вот такой вот. У меня есть видео мукбанг с черемой. Так что, кому интересно, мои ощущения и вкусы, переходите, ищите, и там все найдете. Я суп себе разогреваю. В общем, уже все, хочется очень кушать. У меня тут калитарные шедевры все истякли. Поэтому время подкрепиться, подзакрепиться. Думаю, как-то не то. Начинаю жарить блинчики. И я сегодня, кстати, немного подстриглась, вы заметили. И будем соус тоже делать. Будем, будем. Буду соус делать из йогурта греческого. Блинчики поджарились. Соус, значит, греческий йогурт, одна баночка укроп и два зубчика чеснока. Посолила немного, чтобы, знаете, соус замариновался. Сейчас туда отправлю. Здесь поджаривается лук с морковкой. Все на минимальном количестве. Буквально две капли масла. Ну и, естественно, сковородка антипригальная, чтобы все это как бы тушилось, а не жарилось. Вот сейчас обжарится и немного оставлю остыть. Вот так вот. Ну что, у меня тут первый блин комом был. Добавила еще один йогурт сюда. Попробовала на соль. В общем, соус должен быть вкусный. И семь блинчиков получилось. Так что будем мазюкать. Добавила еще один йогурт. Вот такой тортик получился. Так как сковородка была маленькая, то получился довольно-таки высокий тортик. Я думаю, что низкокалорийный, потому что здесь муки нету. Две ложки только манки, печенка, в общем, мне кажется, и йогурт, а не сметана. Как вы смотрите, тянет на ппшный обед. Ну это, конечно, на 4-5 дней. Так что, ну может муж съест. Я думаю, что ему понравится. Что-то черная собака, не пойму. Здесь никого нету, но собака с этим, с ошейником. С ошейником. Чарли, она не понравилась собакой. Это она тоже с напором. Вот видите. Ты, по-моему, такая, щенок. Молодая собака. Не знаю, чья. Друзья, это не дежавю, это вот новый сегодня день. Смотрите, сегодня вообще никого нету. А еще я такая, говорю вам, море, там на той стороне другая страна. Нифига, на той стороне не другая страна, на той стороне та же Испания, Мелия. Вот, 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 смотри, смотри, Чарли на него вот так вот гавкает, отгоняет от меня. Ну, хоть набегается. Вот, ну, а если туда, туда, там другая страна. Там Франция, Италия, все дела, а там нет, там все Испания. Причем совсем недалеко, поэтому к нам и плывут все африканцы, марокканцы на лодках надувных. Чья это собака, непонятно. И у нас чуть ли не каждый день в нашем порту вылавливают их вот. этих беженцев. Вот, они все зараженные собаки. Все, все, все. Бегай, бегай. А это мой радость. Чья? Вообще не вижу тут ни одного человека, кому могла принадлежать эта собака. Ты чей? Ну, не видно, что она какая-то такая, знаете, бесхозная или еще что-то. Чарли, кто ты? Кто ты? Может, какой-нибудь рыбак там сидит на камнях, а я его и не вижу, не знаю. Или на автовыгоне, но дело в том, что здесь нет никаких домов, поэтому не знаю, чей это пес. Но с ошейником. Да, Чар, не охраняй. Ладно, все. Доза моря сегодня принята. Кстати, вода, я не знаю, теплая, не теплая, 20 градусов, наверное. Холодная, для меня холодная. Ну, там вот, гляжу ближе к городу, с зонтиками сидят люди. Здесь просто нет ни домов, ничего здесь, только если вот либо пешкарусом, либо на машине доехать. Мама, набегался? Наругался? Чья это собака? Без понятия. Может, работника какого-нибудь? Я опять на кухне, но где мне еще быть? Я тут яйцо же варила. Сейчас поужинаю сегодня яйцо. Чай, естественно, заварю себе. Имбирь и апельсин. И все. И пошла я монтировать. И готовиться косну. Красоту еще надо смывать. В общем, приятных вам выходных. У меня завтра рабочий день. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока.